В 42 главе мы возвращаемся в Ханаан. Мы видим, что совершается дома. Мы видим, что происходит в семье Якова. Мы видим, что происходит среди братьев Иосифа. А происходит голод. Происходит голод. Яков говорит, слышал я, что есть пища в Египте, есть хлеб. Значит, чтобы выжить, нам нужно идти в Египет за едой, за хлебом. Что вы смотрите друг на друга? Я сказал, вот есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Кто имеет спасение? Иосиф. Но они об этом не знают. Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Яков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. Вениамин, сын Рахили. Вениамин, сын, родившийся в старости Якова. Было два сына от любимой жены Якова. Остался один. Он не хочет отправлять Вениамина в чужую страну. Моя младшая дочь на этой неделе улетела в Бразилию. Я волнуюсь за нее, потому что это опасная страна. Яков волнуется о Вениамине, поэтому не отпускает его в опасный путь. Представьте себе, ведь голод, кругом бедные люди, ни у кого ничего нет. По дорогам разбойники, бандиты, пытаясь обобрать, ограбить, отобрать хлеб, отобрать деньги. Десять братьев, вооруженных, я думаю, скорее всего, со слугами, отправляются в путь. А Яков оставляет Вениамина дома в безопасности. Он говорит в четвертом стихе, «Я боюсь». И пришли они покупать хлеб. А теперь смотрите шестой стих. Иосиф же был начальником в земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. А теперь, внимание, 42, 6. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Что здесь происходит? Сами скажите, что это такое? Что это такое? Исполнение сна. Исполнение того самого сна. Сон исполнился. Понадобилось 13 лет. Но сон все же исполнился. Когда я был в вашем возрасте, давным-давно, был у меня один герой. Звали его Боб Дилан. Был моим идеалом. Когда я учился в университете, в моей комнате был не один портрет, а два портрета. Два плаката с изображением Боба Дилана. Боб Дилан написал песню в 1966 году. Песня эта называлась «Just like a woman». Женщины всегда так. Пелись там такие слова. Когда встретимся мы вновь. Когда нас представят друг другу. Не показывай, что ты знала меня еще тогда давно. «Я был голоден, а мир принадлежал тебе». Кстати, если вы не поняли, что означают эти слова, не волнуйтесь. Я не уверен, что сам Боб Дилан это понимал. Слушатели уж точно не понимали. Но всегда и нравится то, чего до конца не понимаешь. Но одно я понял точно. Вот как он описывает ситуацию. Они встречаются вновь. Они голодны. «А мир принадлежит Иосифу». Мир в руках Иосифа. Они не знают, кто такой Иосиф. Но он-то знает, кто они. И они кланяются ему. Сбывается сон. «Сбывается сон о стогах, о снопах, о солнце, о луне, о звездах». Прошло 13 лет. В 42-й главе этот сон сбывается. Итак, они кланяются ему. 7-й стих. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их». Но они его не узнали. Но он показал, будто не знает их. И говорил с ними сурово. Конечно же, говорил на египетском языке, а не на языке ханаана. Не только их узнал, они не узнали его. Но более того, он понимал их язык, когда они беседовали друг с другом. А они не знали, что он их понимает. «Откуда вы пришли?» спрашивает он. «Они сказали, «из земли ханаанской купить пищи».» 8-й стих. «Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, «Вы саглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей, незащищенные места земли сей». Я вам уже рассказывал, что некоторые проповедники, говоря о Иосифе, показывают на его ошибки. Зачем он говорил о сновидениях? Он хвостун просто. Я говорю, «Нет, нет, нет, ничего подобного». А вот перед нами еще одно место, где многие, многие библейские проповедники упрекают Иосифа. Зачем он начал разыгрывать всю эту комедию с братьями? Он их обманул? Он не прав. Я говорю, «Нет, нет, нет» и еще раз «нет». Он был совершенно прав. Некоторые говорят, что он просто обманул братьев. его в этом обвиняют. Соответственно, он согрешил, поступил неправильно. А я утверждаю, и готов защищать это утверждение, что поступил он совершенно правильно, и поступок его был вполне обоснован. Объясню, почему я так считаю. Бывают обстоятельства, бывают обстоятельства, в которых поступки, которые иначе могли бы казаться грехом или обманом, оказываются вполне правомерными. Например, представьте себе спортивные соревнования. Футболист вышел на поле, выбежал на поле, ведет мяч, и он притворяется, как будто собирается пробить гол с правой стороны. И в последний момент он приходит на левую сторону и забивает с левой стороны. Что, он поступает безнравственно, что ли? Что, он согрешил? Ну, подождите, но ведь он обманул вратаря. Он пытался, намеренно пытался обмануть вратаря. Он что, согрешил? Нет, думаю, что он не согрешил. В этих обстоятельствах, в этой области приложения человеческого труда, так и делается. Другой подобный пример это война, военные действия. Летом 1944 года союзники на Западном фронте готовились к вторжению в Европу. на европейский континент. И они хотели, чтобы Гитлер полагал, будто они будут совершать высадку в Кале. В Кале они не собирались высаживаться. Высаживаться они собирались в Нормандии. 6 июня 1944 года. Так что же, может быть, Айзенхауэр или Черчилль были лжецами? Ведь они намеренно вводили Гитлера в заблуждение, чтобы он думал, будто они будут совершать высадку в Кале. На самом деле была высадка в Нормандии. Что это безнравственный поступок? Ну, пожалуй, они, конечно, были грешниками. Они были безнравственными людьми. Но не по этой причине. Не из-за этого поступка. Почему? Потому что этот поступок был частью военных действий. А теперь скажу вам вот о чем. Братья Иосифа воевали с ним. Были с ним в состоянии войны. Братья Иосифа были с ним в состоянии войны. Откуда он может узнать, что они изменились? Как ему узнать, что сердце их изменилось? Как ему убедиться, что Вениамин жив? Они солгали отцу, сказав, что Иосиф мертв. Как ему теперь убедиться, что его не обманывают, когда речь заходит о Вениамине? Как ему убедиться, что его не обманывают, рассказывая о его отце? Словам им, словам их доверять уже нельзя. Братья на самом деле продолжают обманывать Иосифа. Откуда я это знаю? Знаете, вот в Библии есть юмор. В Библии бывает юмор. Иногда мы улыбаемся и даже смеемся, читая Библию. Порой мы этого не замечаем, потому что, читая Библию, мы не готовы смеяться, не готовы улыбаться. Поэтому, читая Библию, мы часто и не видим юмора. Однако Библия заполнена юмором. Один из самых забавных моментов Библии находится как раз в этой 42-й главе книги Бытие. Бытие 42. Братья Иосифа объясняют Иосифу, что происходит дома. Смотрите, что они говорят в 11-м стихе. Они говорят Иосифу, «Мы все дети одного человека. Мы люди честные». Уже смешно. «Мы люди честные». Они честные люди? Да, молодцы, ребята. Хорошо. Продолжают лгать, однако. Они также неправильно говорят о том, кто они, какие они. Иосиф им говорит, «Вы шпионы. Вы саглядаты. Вы пришли высмотреть наготу страны этой». Как Иосифу убедиться, что это не так? Исходя из их характера, вполне может быть. Они вполне могли быть шпионами, саглядатами, потому что правды они раньше никогда не говорили. Они никогда не говорили правды. Они воюют с Иосифом. Они в состоянии войны, в положении войны, после того, как они с ним поступили. Они пытались его убить. Они пытались его выгнать, от него избавиться. Иосиф знает, что он с ними воюет. Но цель Иосифа в войне, эта цель благородная, он на их стороне. Да, они с ним воюют, но он на их стороне. Знаете, что делает Иосиф? Он пытается сохранить им жизнь. Он пытается вернуть их. Он пытается удержать семью в единстве. Иосиф делает все, чтобы искупить их. Иосиф действительно искупает их. не только физически, но также и духовно. Он совершает великий поступок, поразительный поступок. и его поступок от Господа. Он запускает в действие замысел, который дал ему сам Бог. Не Иосиф это придумал. Кстати говоря, рассказ об Иосифе и его братьях, это, пожалуй, величайший рассказ во всей истории человечества. Более высокого литературного сюжета и придумать было бы невозможно. Но, в отличие от литературы, это не вымысел. Это истинно совершавшееся событие. Великий немецкий писатель Томас Манн, Нобелевский лауреат 1950 года, считал эту историю величайшей. Он написал целую серию книг, целый роман, романов на эту тему. Иосиф и его братья. История действительно поразительная. Иосиф говорит им в 9 стихе 42 главы, «Вы соглядатые. Вы пришли высмотреть неукрепленные места нашей страны». Нет. Мы пришли, они говорят, купить еду. Мы сыны одного человека. Мы люди честные. Это ложь. Это открытая ложь. Какие они честные люди. Рабы твои не бывали соглядатыми. Он сказал им, «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали, «Нас, рабов твоих, двенадцать. Мы сыновья одного человека в земле ханаанской. И вот меньше и теперь с отцом нашим одного не стало». И сказал им Иосиф, «Это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатые». Они опять ему лгут. Они говорят, «Одного не стало». Они не могли знать, что он умер. Они опять его обманывают. Ведь они продавали его живым. Как так? Нет. Куда он делся? «Как я и сказал вам, вы соглядатые». То же самое я говорил вам, вы соглядатые. «Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш». Вот что говорит Иосиф, «Все останутся здесь, кроме одного человека, кроме одного из братьев». нужно будет, чтобы один пошел домой и вернул и привел Вениамина. Второе, что он говорит, все вернутся домой, все вернутся назад, кроме одного человека. Почему он так делал? Почему он сказал две вещи и разные вещи? Потому что, может быть, потому что сначала хотел их испугать, отправить, а потом, может быть, потому что он передумал. Может быть, действительно, сначала он хотел заставить всех оставаться здесь и отправить одного, а потом он понял, что одному человеку идти слишком опасно. Допустим, нападают бандиты, нападают разбойники. На одного они уж точно нападут. На девятерых они, скорее всего, пастерегутся напасть. Так что, вполне возможно, Иосиф просто изменил свое решение и решил потом оставить одного. Он оставил Симеона, второго по рождению из братьев. Симеон, один из тех, кто стал убийцами жителей Сихема в Бытии 34 глава. В 16 стихе он говорит, пошлите одного из вас и пусть он приведет, остальные остаются здесь. Потом он их сажает в темницу на три дня, а на третий день, в 18 стихе он говорит, я боюсь Бога, я боюсь Бога, поэтому, если вы честные люди, пусть один из братьев останется здесь, а остальные возьмите зерно, возьмите хлеб и идите. Брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдали слова ваши и чтобы не умереть вам. А дальше они говорят друг с другом на своем языке, они думают, что он их не понимает. Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе сие. 22 стих, Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против фоторка, но вы не послушались. Дальше Рувим говорит вот какие слова. По-английски это очень сильные слова. Пожалуй, одна из самых сильных фраз в Ветхом Завете. Он говорит следующее, вот кровь его взыскивается, то есть вот пришла расплата за его кровь. Фактически из его слов получается, что они как будто убили его. Нет, они его не убили, но поставили его в такое положение, когда он легко мог быть убит. И теперь он говорит, вот с нас взыскивается, вот по суду взыскивается, вот расплата, пришла расплата за кровь брата, за то, что мы сделали с Иосифом. Весь мир когда-то скажет, вот с нас взыскивается кровь Иисуса Христа. Весь мир должен будет ответить за кровь Иисуса Христа и жизнь Иосифа. Переживание Иосифа это предвестник того, что будет потом со Христом, с Иисусом. 13 лет понадобилось братьям, чтобы понять, насколько они заблуждались, насколько они согрешили. И осознают они не потому, что у них совесть проснулась, а потому, что обстоятельства так сложились. Они поняли, что то, что они посеяли, теперь приходится пожинать. Они увидели связь между грехом против брата и тем, что теперь происходит с ними. Они знают, что два этих события связаны между собой. Раньше он был узником в Египте, теперь они, теперь они узники в Египте. они поняли, что Бог что-то совершает. 23 стих. Оттого не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. Они слышали, как Иосиф говорил на одном из египетских диалектов, из египетских языков через переводчика. Они не знали, что Иосифу для понимания их переводчик не нужен. Он слушал их напрямую. Но в этот момент, когда он услышал их слова, когда он услышал, как они воспринимают случившееся наказанием, 24 стих, «И отошел от них Иосиф и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и взял у них Симеона, связал его пред глазами их», 25 стих, «И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его». «И дать им запасов на дорогу». Так и сделано с ними. Смотрите, что здесь происходит. Они получили мешки с хлебом, за которые они заплатили, но не знали они, что плата их возвращена им. Почему Иосиф так поступил? Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Предложу вам одно объяснение. Искупление дается даром. Спасение дается даром. Его не оплатишь. Его можно получить только даром. 26 стих Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге и увидел серебро свое в отверстие мешка его. И сказал своим братьям, серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их. И они с трепетом друг к другу говорили, что это Бог сделал с нами. Они не говорят, что это сделал с нами правитель Египта. Они говорят, что это Бог сделал с нами. до них постепенно начинает доходить, что все в руках Бога, что все в руках Бога, их жизнь в руках Бога. Они не свободны, они не определяют свою собственную судьбу. Они не вправе планировать то, что будет происходить, просто потому, что это по их воле. Нет. Все происходит, потому, что Бог хочет, чтобы именно так произошло. Их жизнь принадлежит Богу. Им казалось, что жизнь принадлежит им самим. Оказывается, это не так. И тут до них доходит. 29 стих. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю ханаанскую, и рассказывали ему все случившееся с ними, говоря, начальствующий над той землей, говорил с нами сурово, и принял нас за саглядатаев земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, они даже гордятся этой своей ложью. Мы не бывали саглядатаями. Нас двенадцать братьев, сыновей отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших, и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. А потом вы поняли, что деньги у нас, деньги он у нас не забрал. 36 стих. сказал Мяков отец их, вы лишили меня детей, и Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня. И сказал Рувим отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его к тебе. Он сказал, не пойдет сын мы с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Иными словами, я не отдам другого сына Рахили. У меня было двое, а я не дам оставшегося в живых. Если что-то случится с ним в пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Иными словами, он говорит, я буду скорбеть до смерти, я буду скорбеть до смертного дня, жизнь моя закончена, вы его не возьмете. Но голод не тетка. Проходит время, кушать нечего, и наступает голод. Теперь то что делать? Может Вениамин умрет по пути в Египет, может Вениамин умрет в Египте, или по возвращении из Египта, но если никуда не пойти, то Вениамин умрет сейчас, здесь от голода. Если не рискнуть, Вениамин умрет дома, потому что все умрут дома, потому что они проголодаются и умрут от голода. мем мем расслабляться и авто мем 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 д мем 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 Субтитры подогнал «Симон»